Всем привет-привет, друзья. Привет-привет. В Коктейль ТВ эфире снова я Яков и мой отец Найслав Николаевич. Слышал? Я стал Яковым. Несерьезно, Яша, Яша. В общем, сегодня у нас любимая рубрика виски-пауза. Шотландские виски сегодня. Скотч Спейсайд. Регион Спейсайд. Спейсайд. Ну, как правильно читается, наверное, Бен Рег, ну и Бен... Рег. Рег. И Бен Рег. То есть, в общем, ну, не знаю, как правильно. Тут так написано, там так написано, так что... Ну, Бен Рег, десятилетний, односолодовые виски в подарочной упаковке у нас, друзья. Мне нравится, упаковочка такая маленькая, она столько места много не занимает. И стоит хорошо. Долго стоит уже, да. Ну, это начальная линейка. Раньше они вообще не производили десятку, сейчас они стали производить десятку с какого-то, не знаю, какого года. В общем, ну, даже две десятки. Две десятки, да. Две десятки какая-то одна поинтереснее. Это вроде как самый простой, не знаю, комментарии совершенно разные. Обзоров на Ютубе я так понял, что никто не делал, да? Долго язычных не нашел. Долго язычных. Бутылочка классная, мне нравится, мощная такая. Бутылочка вот такая, друзья. Мощная такая. Повторяет, да? Этикетка. Здесь у них, я так понимаю, бочки. Их интересная салатовня, вискокурня, да? По-моему, так. А почему серый цвет, знаешь? Вот, кстати, нет. А там, потому что у них место, там, говорит, все серое такое. И даже виски сделали подсор. А, ну, потому что там, по-моему, поезда. Ну, сейчас я прочитаю. Немножко зачитаю, наверное, за него. Что у нас тут, давай, прочитаем, написано, да? Ну, конечно. Объемная доля этилового спирта 43%, друзья. Это уже нравится. Так, страна происхождения у нас Англия, понятно. Шотландия, да? Дистиллят висковый состав, выдержанный сроком не менее 10 лет. Вода родниковая подготовленная. То есть, получается, он что у нас, не крашеный, что ли, даже? Похоже, да, по цвету. А, да, натуральный цвет. Да, по цвету-то видно. Деревянная, натуральная бочка. Деревянная бочка. Ну, что, давай, открывай проб, кстати, все такое интересное. Лидировано. Как-то крутится колпачок. Термоколпачок как-то неплотненько сидит. Сейчас я тут буду. Кстати, сейчас часто бывает по акциям. Нет, копьев нету, да? Да, совсем недавно мы с тобой видели за 1600 продавали. Но мы его брали за 2600. Да, 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 да. Да, вот за 2600 заказывали его. Потому что раньше у нас их не было в наличии, да, в Перемине? В масс-маркетах, по крайней мере. Ну, давай, делай шотландский пук. Так же здесь вот, да, на бутылочке Бенри. Да. Год Бенри и год создания. Было слабенько. Слабенько. Ну что, давай немножко прочитаем тогда за него. Дата розлива 02-10-2019, друзья. Ууу, как запахло виски. Так, ну что, прочитаем? Да. Раз я ничего не запомнил. Бенри, Бенри, в переводе с гельского означает холм благородного оленя. О, благородный будет у нас. Виски курни названа в честь фермы Риек, где она была построена в 1898 году Джоном Даффоном, который также по соседству построил виски курню Лонгморн. Место было выбрано из-за качества воды в близости к Великой Северной Железной Дороге Шотландии, с которой она была связана с железнодорожной веткой от станции Лонгморн. Тем не менее, виска курни была закрыта в 1900 году. Представляешь? В 1898 открыли. Два года проработал. Да, проработал всего два года после аварии Паттисона и спада в индустрии виски. Она была законсервирована до 1965 года. Обалдеть. За исключением своей солодовни с земляным полом, которые продолжали использовать в течение этого периода для поставок вискокурни Лонгморн. То есть, использовали как солодовня. Она прекратила полностью производство в 2002 году, но возобновлена в 2004 году при новых частных владельцах. Виктерианская вискокурня, построенная из камней, выделяется своей трубой, стилизованной под пагоду. Достопримечательностью Гленротеса. Источником воды является приток небольшого ручья, сбегающего по скалам недалеко от вискокурни. Здесь также используется солодовый ячмень, как обработанный торфяным дымом, так и необработанный для разных сортов виски. В общем, потом там у них разные... Не буду все читать, потому что, наверное, это скучно, да? Ну да. То есть, самое основное я прочитал, то, что такая интересная... Солодовня. Почему солодовня сегодня? Видимо, нужна солодовня. Ну, ты же в Солодовне и была 65 летом. Да, совсем недавно она, по сути, стала вискокурней, да? То есть, работала вообще на другую вискокурню, да? То есть, он две открыл. Два года просуществовать, открыть. Вот она была Молстон, наверное. А там просто очень большой спад был на виске, что там происходило, видимо, какие-то... Так, ну что, вископаузу сделаем? Аромат какой-то такой непонятный. Сделал? Да, сделал. На 10 минут. 10 лет, 10 минут, друзья, да? Да. Ну что, поставьте лайк, а мы пошли пока отдохнем. Отдохнем. Ну что, и подошла наша виски-пауза к завершению. К концу. Ждали. Сколько прошло? Ну да, 10 минут пошло. Прошло. Ну, не больше. Где-то так. Надоело ждать, да? Пошли, пошли. А, пошли. Так, так решили. Ну что, это у нас виски. Ну видно, что не кашляли, да? Цвет. Приятный, красивый, золотистый. Искрящийся даже, что ли, какой-то цвет. С ножками. Ну, слушай, 50, но потихоньку. Потихоньку спускается, да? Начинает спускаться. Ну, слушай, такие плотненькие ножки. Ну да. А нет, с одной стороны, главное, стекают, с другой нет. Бокал, с одной стороны, грязный, может. Да, конечно. Ну что, на романтику? На нос. Давай. Нет, смотри, чисто. Спейссайд, да? Цитрус пошел. Первый же цитрус. Слушай, даже как будто. Нет, деревяшечка такая приятная, нежная, ласковая. Цветочек. Цветочки. Мер, орешка какая-то. Орешка, слушай, типа кешью, да, что ли? Только такого какого-то молодого кешью. Свежего, да? Свежего, да. А, слушай, приятно. Нежная, да? Ну, такое как бы, и свеженький, как ты говоришь, и тоже мощь чувствуется. Ну да. Солодовость чувствуется, да? Да, да, солодовость чувствуется. Пошла шанишка, не шанишка, а штрюделю-то. Яблочный штрюдель какой-то. Точно. Да? Точно. Яблочный штрюдель и помазан медом прямо. И цветы. Ну, фрукты такие неотчетливые. Цветы, здесь больше цветочных. Да, больше цветочных, да. Мед, цветы, вот это вот. Даже цветы, да, больше? Цветы, наверное, больше. Как бы медно. Перевивает яблоки вот эти, но хотя яблочко есть, но... Специи немножко остренького есть. Ну, мне кажется, ну, как запеченное яблочко. Немножко остренького. Действительно, вот яблочко как будто на булочке какой-то. Типа с кориандром каким-то, знаешь, это вот. Не знаю, как корица, но это не корица. Нет, здесь больше ореховая тема, да? Ореховая тема, да? Как будто... Староможность, как на орехское силу. Ну, какие-то специи прямо, да. Ну, слушай, мне нравится аромат. Неплохой. Приятный. Главное, в комнате вот так летает он. Вообще. Ну, неотвергающий совершенно. Да, бочка-то точно есть. Бочечка, да. Ну, такая нежная, ласковая, я бы сказал. Ну, в то же время немножко... Главное, вот так это сбоку подошел, бочку почувствовал. А так прямо не чувствую бочку. Интересно. Ну что, попробуем? За вас, дорогие друзья. За ваши лайки, комментарии, донатики. За все. Спасибо, да? Спасибо огромное. Ну что, будем пробовать. Давай. Ну, слегка обжег. Для меня абсолютно нет. Ну, первый. У меня сразу пошла сладость, первое дело. В конце пошла горечь. В конце горечь, да. Сразу такая она была горечь. Сладкого в горького, да, уходит? Да. Это основное, да? Причем такой горький мед, как бы сказал. Так, первый гудочек как-то у меня. По разговорке, знаешь, такой мед, как бы вот, почему-то такой горький показался. Знаешь, от меда как вот это называется? Как меда называется? Не воск, а вторая. Пирога. Пирога какая-то. Или сотый, знаешь, или вот воск восковый. Что-то такое. Так, я хочу еще вот что-то сделать. Давай, я вот помочь. Сделал гудочек, что-то как-то непонятно. Меня просто обожгло, я ничего не понял. Я не обожгла, но вот я не был готов к этому. Заходит очень сладко. Очень сладко. Это прямо поляна, поляна, поляна цветов, цветов, цветов. Они прямо только-только распустились все. Это желтые цветы. В основном, да, какие-то желто-белые цветы такие вот. И тут же лимонное дерево растет. И лимона, да. Лимонная трава вот эта, знаешь, бывает, лимонникель, как он называется. Лимончик очень тоже чувствуется хорошо. И цветы тоже полны-полно. Хотя не такого острого, как специальные, все такие, да, со специями? Слушай, вот два гуточка сделал, неплохой виски. Да, для десятки мне понравился. Для десяточки, да. Если вот тем более покупать за маленькую цену, за 1600, то я бы вполне еще взял бы даже. Но так как мы уже опоздали. Но послевкусие мне не нравится. Не знаю пока. А оно ушло. У меня еще не ушло. А оно в горечь приходит. Горечь, очень горько, да. Оно уходит в горечь, и это мне очень не нравится. Горько на конце. Действительно очень горько. Вот за финиш просто низкий балл вообще. Финиш неприятный, и он уходит, его нет. Ну, соли-то, и вот я, по крайней мере, не почувствую. Я не знаю, ты вот сказал, что я... Ну, мне просто обожгла первого, второй все, нормально. То есть... Мне никакого не обожгу, абсолютно, но... Не подготовлен был. Но очень мне не понравился финиш. Его, во-первых, нету, и горечь. Губы, сладко-соленые. Причем даже соль. Даже соль, да. У меня сладко-соленые, не знаю, как у тебя. У меня губы сладко-соленые. Ты, может, что-нибудь соль появил? Нет, я сегодня еще даже не завтракал. А время ужин? А время ужин. Худею. По этой виске много не скажешь. Ну что, здесь в основном яркие желтые цветы, медовые такие, знаешь, только-только распустились. Потом уходит какой-то вересковый мед. Очень много специй. Такие покалывающие. Ну, не очень много. Приятная солодолочь. Вот солодолочь очень приятная. Но вот уходит она в эту неприятную горечь. И потом в серединке, секунд через 10, да, буквально, у тебя уходит в горечь, а она неприятная. Она неприятная. Это неприятная горечь. Очень не знаю, с чем это его сравнить. Но очень неприятный горечь. Да, это неприятный. Хоть я сейчас только что сказал. Водняная бочка, знаешь. Хоть я только что сказал, чтобы понравился. Сейчас вот чувствую, что нет. В конце. Я не говорю, обломает финиш. У него просто мертвый вообще. Финиш очень интересный. И неприятный, я бы сказал, даже, да? Обломает, да. А на начале нормально, да? Прям как-то. На нос. У тебя даже снова хочется еще приносить. Хото снова. Снова поплываете, а она, гад, все равно уходит туда. И конечно, после вкуса, это вообще никакого не остается. А так вот охота поплываете, потому что вот действительно, когда в рот берешь, блин, прямо так свежо, свежо, прямо так хорошо, а потом бац, и так проваливается. Это мне очень не понравилось. Ну, хотя интересные виски. Хотя интересные, да. Интересные виски. Для начальных десятки, я считаю, что это очень... Ну, что я очень мало, на самом деле, десяток, которые прямо прикольные были понравились. Кроме арбега, наверное, все остальное как-то десятки. Я даже не скажу, что он совсем плохой, но, блин, он не совсем плохой. Да, действительно. Горечь стоит. Она стоит. Даже не знаю, как ее описать. Горечь, горечь, а какая это горечь? То ли бочка такая, то ли... То ли бочковое, или спиртик такой, или что вот это вот. Не знаю, почему такая горечь. Друзья, напишите в комментариях, откуда такая горечь берется от виски на послевкусие, именно, да? Именно на финише. Что такое можно... Вот она уже уходит. Вот уже все, вот сижу, сейчас уже практически ушло. Виски нету, да? Очень быстрый. Очень короткий финиш такой, да. Ну, давай, еще что ли? Губы сладко-соленые. Последний, скажем. Да. Свой итог, друзья. Вот во рту держать приятно. Очень приятно держать во рту, появилась сладость такая. Вот действительно, лимонная трава, скорее всего, не лимон, а лимонная трава. Да. Да? Лимонник вот такой-то есть, я помню, ел как-то вот такое. И такие, блин, даже подгаренная груша какая-то, что-ли, блин. Что-то вот такое, блин. Ну, что-то есть из фруктиков, да. Да. Ну, как-то маловато. Маловато, да. Цветочное перебивает вообще. Цветы очень забивают все. Да, цветы и специи, я не знаю. Специи, я не могу понять, какие. Просто какие-то вот, даже острый перчик, что-ли, какой-то. Ну, он может не острый, но такой вот он, его мало просто, знаешь. Да. Он может быть остренький, но его как бы маловато. Блин, он, что-то все сразу ушло. И вот сейчас начинается. Опять ногой еще ходит. И сейчас начинается уже неприятный этап его, да. Ну, возможно, чтобы ему еще может постоять, может быть, бочечка. Его бы какой-нибудь хересную бочку бы, да, добавить. Том бы, наверное, изгладил. Ну, а всякая, там, с хереса, с хереса, да. Да, ладно, пойти с ним. Или свиньи из-под винной бочки, одни помнили, либо из-под хереса идет. Там два года до выдержки еще у них. Ну, неплохо, но, конечно, далеко не в высшей, да. Ну, я бы еще приятно слушаю. Ну, вот Бенрих, я бы... Ну, вот в передней части у меня приятно. Вот тут у меня вообще неприятное. А передней, вот в роту приятный, вот прямо приятное ощущение в роту. А дальше все. Ну, я бы еще попробовал дальше долить. Нет, имею в виду не десятку, а вот дальше двенашку и там разную, потому что, ну, да, прикольно. Ну, все, как-то так, не знаю. Ну, наша оценка, моя оценка половину, половину, как бы сказать, потому что вот этот финиш, да, он убил. Ну, в роту, ребят, приятно. Вот стоит, вот у меня сейчас в роту прямо сладость такая медовая, цветочки какие-то стоят такие нежные, да. А дальше все. Как-то взять, не взять, как бы хрен его знает, да. Я, наверное, второй раз уже не купил. Ну, десятку точно нет, потому что, во-первых, попробовали, во-вторых, в диске же интересно разные пробовали. Хотя я сказал просто, что еще бы купил, сейчас уже точно. Ну, 1600, ну, или Маклинз. Нет, лучше этот, конечно, конечно, ну, конечно, нет солодовость, солодовость приятная. Ну, и выдержка уже чувствуется все равно. Да. Выдержка хоть какая-то, но она есть, тут уже спирты не долбят так сильно, спиртозности нет такой. Нету. И вот бокал спокойно, спокойно, да, носируешь, все, классно. Ну, не знаю, как так, друзья. Пишите, что вы думаете об этом, если кто пробовал, потому что нам тоже интересно ваше мнение. Да, про другие, допустим, двенашки, пятнашки, двадцатилетки, как вообще он деградирует или улучшается, что с ним происходит. Такой же он остается или совершенно меняется по-другому. Мы, конечно, еще потом пробовали, не одевались. Я думаю, что да, я думаю, что двенашку можно будет взять, тем более у нас сейчас продаваться стало, да, на масс-маркете. Так что можно и попробовать. Потому что, в принципе, интересно, да, попробовать, что дальше, да. Вот как бы вот так вот он заинтриговал, да, заинтриговал, согласен. Согласен, согласен, хоть посмотреть, что дальше. Я говорю, вот мне сейчас хочется снова взять, понимаешь, подержать в роту. Мне сейчас действительно хочется, но финиш неприятный. Ну, как-то так, да. Ну что, будем прощаться? Все, друзья, переходите на наши другие обзоры, на будущие обзоры. Не забудьте подписаться, поставить колокольчик, если вы еще этого не сделали. И лайк поставить. Лайк поставить? Лайк. Лайк. На Донат Альерс. Да. Инстаграм, друзья, переходите тоже, подписывайтесь на Инстаграм, смотрите. Мы тоже снимаем всякие видосики, приколюшки и тому подобное. Ну что, все, будем прощаться? Конечно. Ну, все, всем пока-пока.